От Тверского межрайонного природоохранного прокурора мы получили информацию о продолжении истории в Конаковском районе области. Следственными органами Следственного комитета по Конаковскому району на прошлой неделе возбуждено уголовное дело по факту проведения работ на реке Сось в Пермайском сельском поселении причинение ущерба окружающей среде по статье 246, которое было возбуждено по материалам проверок природоохранной прокуратуры в связи со строительством объекта на землях сельхозназначения, загрязнением водного объекта и причинением ущерба почве. В настоящее время ведется его расследование. Кроме того, исполняются два решения суда по иску природоохранной прокуратуры. В настоящее время по одному из них по причинению ущерба почве разработан проект культивации. Рекультивация будет проводиться с декабря по следующий год. Так история, рассказанная патрульной службой минувшим летом о судьбе реки Сорочка в Конаковском районе области, получила продолжение. Напомним, владелец одного из земельных участков решил перекрыть русло реки дамбой из строительного мусора. Предвидя экологическую катастрофу, местные жители забили тревогу. Совместно с Тверской международной природоохранной прокуратурой на место с проверкой выезжали специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. По результатам лабораторных испытаний специалистами межобластной ветеринарной лаборатории получены исчерпывающие доказательства того, что на этом участке земли уничтожен плодородный слой почвы. Полностью уничтожен поверхностный горизонт. Этот горизонт у нас является, можно сказать, что обиталищем как для растений, так и для почвенных животных. Соответственно, уничтожен практически целый биоциноз, который восстанавливается в естественных условиях многие-многие-многие десятилетия. Поэтому, соответственно, самостоятельно, как правило, такие горизонты восстанавливаются в ближайшее время, не смогут. Что было, собственно, обнаружено еще? Дополнительно участок был захламлен порубочными остатками. Порубочные остатки у нас являются по классификатору отходами производства. Соответственно, о чем нам это говорит? Мы теряем ценность земли. То есть даже если был плодородный слой, его любым хламом, мусором, отходами захламляют, поверхность его невозможно будет использовать. Тем самым мы теряем хозяйственную ценность этого участка. Точно так же мы обнаружили и факт наличия перекрытия поверхности почвы линейными объектами. Подобное нарушение, оно точно так же снижает хозяйственную ценность, не позволяя использовать эту землю по назначению. Размер причиненного ущерба составил, внимание, почти 93 миллиона рублей. И это на небольшом участке земли. Перекрытие плодородного слоя на данном земельном участке составило 0,3 гектара. Также на площади 0,6 гектара выявлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы. И на площади 0,1 гектар это захламление порубочными остатками. Напомним, решениями Заволжского районного суда города Твери исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены. Собственнику земельного участка запрещена деятельность по засыпке отходами акватории Иваньковского водохранилища реки Сось. На него возложены обязанности по расчистке водного объекта, территории водоохранной зони и береговой полосе от незаконно размещенных отходов, возведенной с их помощью дамбы, а также по проведению работ по рекультивации сельскохозяйственных земель. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. Мы следим за ходом событий.